А вот прокуратура на этой неделе направила иск не так давно вышедшему на свободу Юрию Гамбургу и его экс-коллеге Вадиму Миренкову. Надзорный орган намерен взыскать с бывших директора Департамента имущественных отношений его заместителя ущерб, причиненный государству. 130 миллионов рублей. Напомню, в 2016 году Юрия Гамбурга признали виновным в превышении должностных полномочий в период работы директором Департамента имущественных отношений. Чиновник, по версии следствия, способствовал продаже земельных участков по заниженной стоимости. Ущерб составил около 200 миллионов рублей. Однако в ходе следствия некоторые участки были возвращены и сумма ущерба сократилась. Правда, изымали участки не у всех. Те, кто успел начать строительство на приобретенной земле, участок сумели сохранить. Но были и те, кто, потратившись, остался ни с чем. Дмитрий Ковалев встретился с теми, за чей счет возместили ущерб от преступления бывших чиновников. Этот коттеджный поселок 26,5 гектаров земли, который незаконно продал Юрий Гамбург. Большая часть наделов была передана компании Крона. Тогда, в 2009 году, предполагалось, что на некоторых участках у амичей будут огороды, а бизнесмены создадут здесь зону отдыха. Но после нескольких сделок купли-продажи цена каждой сотки выросла в десятки раз. А участки купили амичи, которые захотели здесь построить дом. Многим удалось. Но семье Даниэра Жапарова денег хватило только на покупку земельного участка. В 2011 году за 10 соток его брат заплатил 400 тысяч рублей. Продавцом значился некто по фамилии Кочубей. Последнее звено в схеме по продаже земельных участков. После компании Крона собственником земли в Чукреевке был мужчина по фамилии Кузнецов. Он продал ее еще двум людям. В судебном решении также значатся фамилии Рычков и Каханенко. В 2011 году брат купил участок для семьи, копили денег, что-то для стройки. Пришла повестка суда и отняли участок. Соседи построились, а мы не можем. В Верховном суде рассматривается аналогичное дело. И доводы, которые указывались с нами, они как раз признаны уважительными. И Верховный суд Российской Федерации на них обратил внимание. Поэтому будем надеяться на то, что ситуация в корне может измениться. И решение по данному делу возможно будет прецедентом. Этот участок вернули в собственность города по требованию прокуратуры. Как и десятки других еще до того, как Юрию Гамбургу огласили обвинительный приговор. То есть до официального подтверждения судом незаконной передачи городской земли в частные руки. Несколько раз по ходу следствия менялась сумма ущерба для городского бюджета. Сначала это было 400 миллионов рублей, затем 200. Прокуратурой Кировского округа и прокуратурой города Омска были направлены исковые заявления о возвращении ряда земельных участков на сумму около 70 миллионов рублей. В связи с чем сумма была скорректирована и уже исковое заявление подано на сумму более 130 миллионов рублей. Меньше придется заплатить Юрию Гамбургу и второму фигуранту этого уголовного дела Вадиму Миренкову. В бюджете недосчитались тех денег, которые могли бы потратить омичи на аукционах, торгуясь за земельные участки. Сейчас из собственности людей изымают готовые к строительству наделы. За эту землю омичи заплатили. По сути, скинулись, чтобы сократить ущерб, нанесенный Гамбургом и Миренковым. Землю забрали только у тех, кто не успел начать строительство. Как правило, единственное жилье, если у человека уже стоит дом, допустим, он введен в эксплуатацию, и это его собственность, очень проблематично его снести и очень проблематично уже изъять это единственное жилье, поскольку основания немножко уже должны быть другими. Это вот, допустим, мечта моей семьи всю жизнь, этого дома, всей семьи, у меня сын, двое детей. Если бы у меня отбирали, блин, я лучше бы сам, у меня жена сразу умрет просто, если будет отбирать. Поэтому мы зарегистрировали все официально, как бы нам сказали, что вы ничего не бойтесь, вы официально зарегистрировали. Вот это. А если бы пришлось, я просто зашел бы туда и жжет бы вместе с себя, всю семью, потому что у нас больше выхода нет, где жить. Дмитрий Ковалев, Александр Лысак и Артак Мурадян. Омск. Здесь.